Прокуроры Казахстана защитили интересы бизнесменов Южно-Казахстанской области, которых ранее обвинили в лжепредпринимательстве. Владельцам местных АЗС едва не пришлось повторно заплатить налоги за льготный ГСМ. Девять из десяти пляжей Ахтубе обрели хозяев. Городские власти провели аукцион на право аренды тех или иных участков вдоль Илека и Каргале. Однако эти планы не понравились группе бизнесменов, за которыми ранее были закреплены ушедшие с молотка пляжи. В североказахстанском заводе имени Кирова стали выпускать 3D-принтеры. В будущем производители намерены продвигать и внедрять 3D-принтер в систему образования страны. В Караганде прошли городские соревнования по джиу-джитсу. Более ста юных спортсменов поборолись и продемонстрировали свои способности. Прокуроры Казахстана защитили интересы бизнесменов Южно-Казахстанской области, которых ранее обвинили в лжепредпринимательстве. Владельцам местных АЗС едва не пришлось повторно заплатить налоги за льготный ГСМ. Турсун Алсатов почти целый год доказывал, что он добросовестный предприниматель. В прошлом году его обвинили в нарушении налогового законодательства. Владельцу АЗС едва не пришлось повторно выплатить налоги. Нам было извещение через налоговый комитет, чтобы арестовать счет наш. И мы стали бегать. И потом пришли ассоциацию и сказали, что общественная организация, мы объединение, помогите нам. Вот такой случай происходит. Затем наш счет был временно арестован, а потом мы наняли адвокатов и начали искать пути, как мы докажем, что наши невиновности. Напомню, скандал произошел в апреле прошлого года. Тогда владельцы местных АЗС узнали, что обязаны выплатить налоги. Причем, по их словам, повторно. Об этом они заявили представителям палаты предпринимателей. Как рассказали специалисты, директор Аматинской компании Алма-Ойл, который в 2012-2013 годах поставлял льготный ГСМ Южанам, был обвинен в лже предпринимательстве и уклонении от налогов. Ему назначили штраф в размере более 9 миллионов тенге. Согласно решению суда, налоги обязали выплатить и контрагентам, то есть 46 шимкентским предпринимателям. Сумма в размере 2 миллиардов тенге. В результате по делу обнаружили нарушение прав и интересов третьих лиц, а именно добросовестных предпринимателей. На той неделе к нам пришло постановление Алмалининского суда о прекращении в отношении нескольких предпринимателей, в том числе 32 из них из Южно-Казахстанского, 32 наших предпринимателей уголовного дела в связи с тем, что в их действиях нет состава преступления. То есть они добросовестно получали и оплачивали все вот эти налоги и денежные выплаты. Соответственно, им доначать нечего. В отношении оставшихся 14 предпринимателей материалы направлены в прокуратуру. Там дано указание провести доследственные мероприятия. Эксперты Палаты предпринимателей заявили, что держат этот вопрос под контролем. 9 из 10 пляжей Ахтубе обрели хозяев. Городские власти провели аукцион на право аренды тех или иных участков вдоль Илека и Каргале. Однако эти планы не понравились группе бизнесменов, за которыми ранее были закреплены ушедшие с молотка пляжи. Это жил городской пляж только в зимнее время. Летом здесь плавают и загорают немало актюбинцев. Этот участок закреплен за бизнесменом Анатолием Ивановым. На протяжении нескольких лет он организовывает здесь летний досуг изнывающих от жары. За более чем 15 миллионов тенге очистил дно пляжа, построил кабинки, пункты для спасателей, благоустроил территорию, провел электричество. Ежегодно с июня по сентябрь его прибыль составляла примерно 3 миллиона тенге. Теперь он сетует, что лишен этого дохода, да и вообще собственного дела. На недавнем аукционе, проведенном городским акиматом, жил городской пляж, ушел с молотка. Владельцем стал другой человек. «Сказали, что ребята, если вы будете сюда вкладывать все, мы вам сделаем земельные акты, для того, чтобы это все развитие было, развивалось. После этого мы вложили именно в этот жил городской пляж свои собственные средства в размере около 15 миллионов тенге. Мы находимся на этой земле 2,5 года. Мы за этой землей закреплены. Сейчас возникает ситуация, что наше государство и наш акимат городской вынуждает нас покупать на правах аукциона нашу землю, за которой мы закреплены». В таком же положении оказались и другие бизнесмены, за которыми были закреплены еще несколько пляжей. Все они сегодня собрались, чтобы выразить свое возмущение. По их словам, власти обещали им предоставить участки на побережье на конкурсной основе, то есть тем, кто действительно облагородил пляжи. Но состоялся аукцион, и земли приобрели те, кто смог себе их позволить. Торги проходили по английскому методу – на повышение цены. «В середине августа позвонили земельного комитета и сказали, что никакого аукциона не будет, будет на конкурсной основе. Вот мы надеялись на это, что будет на конкурсной основе. Конкурсная основа, они обходят территорию, удобство для людей. Просто если тот же самый аукцион, откуда вот сейчас вот тот же самый 8-10 миллионов взять, чтобы заплатить за аукцион». В городском отделе земельных отношений отмечают о своевременном оповещении всех желающих принять участие в аукционе. Соответствующие объявления были опубликованы в СМИ, в социальных сетях и на сайте городского Акимата. В итоге 9 из 10 пляжей обрели новых хозяев. Пересматривать итоги аукциона здесь не планируют. «На общих основаниях мы провели аукцион. Человек, которые изъявили желание участвовать на этом аукционе, никому со стороны Акимата никаких препятствий не было. Ваши коллеги понимали сам процесс проведения аукциона. И со стороны участников никаких нареканий не было». Бизнесмены, за которыми ранее были закреплены те или иные пляжи, не согласны с таким положением дел. Они называют разные суммы, вложенные в благоустройство и раскрутку прибрежных территорий. Они уже обратились в надзорные органы. Ждут помощи бизнесмены также и от палаты предпринимателей. В североказахстанском заводе имени Кирова стали выпускать 3D-принтеры. В будущем производители намерены продвигать и внедрять 3D-принтер в систему образования страны. В североказахстанской области большое внимание уделяется развитию промышленности. Не остается в стороне и завод имени Кирова. В послании президента Республики Казахстан «Третья модернизация – глобальная конкурентоспособность» глава государства выделил пять основных приоритетов, первым из которых является ускоренная технологическая модернизация экономики. Для этого необходимо развивать такие перспективные отрасли, как 3D-принтинг, онлайн-торговля, мобильный банкинг и цифровые сервисы. Так, заводам имени Кирова освоено производство печатных плат 5-го класса и выпуск 3D-принтеров с собственным программным обеспечением. На презентации первого 3D-принтера побывал глава региона Ерик Султанов. Это конкурс для разработки завода. Здесь применены только стандартные комплектующие, программное обеспечение, сам принцип подачи – это все собственно. То есть, проанализировав ситуацию и были образцы других принтеров, мы сделали наиболее удачный вариант, наиболее лучше, который и по скорости печати может достаточно высокую развивать, и эти габаритные размеры мы увеличили, что немаловажно. На разработку 3D-принтера потребовалось около 4 месяцев. Как отметил управляющий директор Даурена Бельмажинов, уникальность принтера в том, что его стоимость составляет около 500 тысяч тенге. Если сравнить с аналогичными китайскими принтерами, он дешевле более чем на 30%. Это существенная разница. Уникальность принтера заключается в том, что большой размер стола у него есть. То есть, мы практически можем любые детали изготавливать на этом принтере. Начинается процесс со сканирования деталей. Затем на компьютере обрабатывают изображение, убирают недостатки или дополняют некоторыми частями. На изготовление данного элемента необходимо около 7 часов. Инженер-конструктор Стас Савченко рассказал, что время зависит от качества печати. Если нам нужно более качественное, соответственно, время сильно растет. Допустим, то, что мы печатали на принтер, деталь, они печатаются около 10-12 часов в зависимости от крупности. Потому что снижается скорость для точности позиционирования. Если деталь не очень точная, допустим, какие-то просто сувениры или просто макет, то он печатается на более высоких скоростях. Чуть-чуть падает качество, но, соответственно, время печати уменьшается. Теперь в планах у завода имени Кирова продвигать и внедрять 3D-принтеры в систему образования, так как это позволит учащимся заниматься 3D-моделированием и развивать навыки в робототехнике. В Караганде прошли городские соревнования по джиу-джитсу. Более 100 юных спортсменов поборолись и продемонстрировали свои способности. Екатерине Ермак всего 10 лет. Это ее первые соревнования. И она показала отличный результат. Заняла первое место. Восточным единоборствами Катя занимается на протяжении 4-х лет. Выбрала именно этот вид спорта, так как очень хочет научиться постоять за себя. О планах на будущее юная спортсменка говорит с уверенностью. Хочет стать чемпионом мира. Я очень бойкая девочка была в детстве, ко мне мальчик приставал. Меня мама отправила туда, что я могла сдачу давать всем. Теперь ты уже умолешь дать? Да, уже теперь я могу дать сдачу любому мальчику. 4 года это твои первые соревнования? Да. Я заняла первое место. Сегодня для многих подростков единственным увлечением в жизни стали социальные сети. Дети, играющие на улице, позабыв о гаджетах и интернете – это редкость. Но есть ребята, которые стараются быть лучшими в реальной жизни. Для детей единоборство – это школа, где они получают физическую подготовку и учатся слушать тренера. Наличие жесткой дисциплины в таких школах превращает подростков в серьезных людей, которые способны защитить себя на улице, помня главное правило – никогда не нападай первым. Сейчас мы проводим открытый чемпионат города, посвященный дню вывода войск, советских войск из Аганистана. Здесь участвует порядка 130 человек. Это только город. Город Макудук, Юго-Восток, сортировка, пришахтинская. И ребята с темиртауски нашего округа приехали. В Академии боевых искусств ждут всех желающих от пяти лет. Это не последние соревнования, говорят наставники. Ребятам еще нужно многому научиться, а на состязаниях можно получить хорошую подготовку. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова